У нас сегодня традиционный стандартный формат. Сначала Майк сделает презентацию и расскажет вторую часть лекции про тренировку открытых бесплатных моделей. В прошлый раз мы говорили, мы сделали такой обзор, какие модели вообще бывают, кроме GPT, чем они отличаются, где их можно найти. Мы посмотрели разные инструменты интерфейса, как без кода их, собственно, можно запустить, скачать, хотим фейс, потестировать, запустить у себя локально, запустить в облаке, какие существуют еще способы дообучения. Немножко в теорию поговорили. Все это доступно в записи на YouTube. На YouTube можно найти канал Crypto.se, там лежат все записи про бесплатные модели, плюс наши предыдущие воркшопы. Мы много говорили про GPT, про промптинг, про то, как работают трансформеры, про то, как работают разные фичи внутри GPT, типа интерпретатора кода. В общем, много всего интересного. Уже где-то 8, это 9 вебинар, поэтому контента набралось много. Сегодня всю презентацию будет делать Mike Fluff. Я скинул в чат его Facebook, и скоро появится канал. Соответственно, как только канал будет, его можно будет найти. Я публикую в чате и добавлю в описание видео на YouTube. И сегодня у нас по традиции будет лекция. Постараемся, я думаю, что в пределах часа, да, и какое-то время на вопросы-ответы тоже. То есть ориентировочно час лекции, полчаса вопросы-ответы, но, в принципе, это может двигаться в любую сторону. Соответственно, лекция будет в записи, вопросы-ответы для тех, кто присутствует в реальном времени. Да, и для тех, кто пропустил прошлый вебинар, еще раз хочу просто представить Mike. Майк очень крут в том, в пересечении, мне кажется, между технологией и бизнесом, потому что то, что, по крайней мере, он мне показывал, это очень такие глубокие темы, сложные вещи, крутые вещи, такие вдохновляющие вещи, которые они с командой делают на основе генеративного искусственного интеллекта. При этом он очень хорошо умеет объяснять и рассказывать на языке понятным людям, не обязательно разработчикам. И, собственно, цель сегодняшней лекции как раз поговорить и посмотреть на то, как можно делать такие сложные вещи, как обучение и дообучение с помощью LoRa, Low-Rank Adaptation разных нейронных сетей, с помощью интерфейса. То есть, по сути, вы это можете делать, даже не написав единой строчкой питона. И с этим мое интро все. Майк, передаю слово тебе. Можешь расшарить экран. И сцена твоя. Всем привет. А ты мне дай, пожалуйста, доступ к шарингу экрана. Да, все. У меня нету. Слышишь меня? А, все, вот, теперь есть. Да, всем привет. Давайте тогда потихонечку начнем. Чтобы не зашарить, надо, наверное, все. Начнем с презентации. Давайте я для тех, кто в прошлый раз не был, еще разочек представлюсь. Меня зовут Михаил, фамилия моя Савченко. Занимаюсь IT давно, можно сказать, очень давно. Последние практически 15 лет работал на позициях технического директора в различных компаниях. В мир блокчейна и веб-3 попал в 2016 году уверенно и плотно. Попал не случайно, потому что про биткоин, в принципе, с 2010 года знал, и даже как технически, но в силу своей деятельности у меня специализация информационная безопасность. Я достаточно глубоко понимаю алгоритм криптографии. И в блокчейн крипту я попал не случайно. В 2020 году мы с партнером начали делать свой проект, и начали проект мы делать с того, что запартнерились с OpenAI и получили один из первых доступа Alpha к GPT-3. Могу сказать, что с тех пор очень сильно и густрее развелось, потому что когда в 2020 году мы про генеративные модели всем рассказывали, мало кто нас понимал, что это такое, почему это круто. На прошлом вебинаре мы об этом начали говорить. Я немного рассказывал про устройства моделек, почему это не сильный искусственный интеллект, почему в обозримом будущем это вряд ли им станет, что такое трансформеры, архитектура нейросетей, которая лежит в основе GPT и многих других больших языковых моделей. А сегодня мы поговорим о том, как же эти модели обучаются вообще, откуда они берутся такие вот умные, и самое главное, как их можно дообучать. Вот небольшой планчик на сегодня, который я подготовил. И давайте начнем, в принципе, с самого важного, как же вообще у нас получаются вот эти вот замечательные большие языковые модели, потому что, чтобы рассказать про дообучение, объяснить таким простым языком, как это работает, начать нужно именно с того, как большие языковые модели создают. Вот этот процесс называется притренинг, предобучение первичное. И совсем схематично его можно представить вот тем способом, который вы видите на экране. То есть у нас слева архитектура классическая трансформера. Я на прошлом в комментариях рассказывал, что в большинстве современных языковых моделей, за редким исключением вот этой части, которая слева находится и называется энкодер, ее там нету, оставили только декодер. И дальше что у нас происходит? Мы берем, вот называется это Unwabeled Text Corp. Я тоже говорил, что вообще переворот в прошлый раз, повторюсь, для тех, кто не был. Самое революционное в трансформерах то, что есть и что произошло, это то, что они позволяют производить обучение на неразмеченных данных. То есть мы можем просто в кучу, в данном случае, текстовой информации собрать, направить на нее алгоритм, и на выходе получится моделька, раз вот наша эта замечательная, Pre-Train LLM. Ну или вот расшифровка GPT, да, Generative Pre-Train Transformer, то есть генеративный предобученный трансформер. В принципе, название совершенно без затеи. Единственный нюанс, который здесь стоит отметить, что чтобы вот этот вот процесс провести для тех объемов данных, которые имеют, например, GPT-3 или GPT-3,5 или GPT-4, нужны существенные вычислительные мощности. Ну прям очень существенные. То есть для обучения GPT-3 Microsoft в облаке Azure предоставлял компанию OpenAI по-моему, порядка 80 серверов, и каждый был оборудован для пары видеокарточек AES-100, которые компания NVIDIA создала специально для нужд различных экспериментов по обучению моделек нейросетевых. И самая главная особенность данных карточек в том, что на них много оперативной памяти. То есть асоты бывают в двух вариантах, либо 40 гигабайт, либо 80 гигабайт, и это вот как раз то, что необходимо для обучения больших языковых моделей. Причем не только для обучения, но и для их запуска. И вот мы как раз переходим к следующему слайду, что процесс вот этого требовательности к ресурсу, он породил такую задачу, что хорошо бы научиться на этих ресурсах экономить. И в настоящий момент, как для задач Inference, то есть исполнения больших языковых моделей, так и для задач обучения, дообучения и так далее и тому подобное, активно используется такая методология, которая называется квантизация. Я на прошлом вебинаре тоже об этом вкратце рассказывал, когда мы смотрели, как, например, на домашнем ноутбуке запустить какую-нибудь ламу. Так вот ламу, которую мы запускаем, она обычно квантизирована, потому что неквантизированная лама даже на 7 миллиардов параметров, ей нужно 30 гигабайт видеопамяти, 13-13 гигабайт видеопамяти. Вот, 13-миллиардный уже нужно 20 с хвостиком гигабайт. Далеко не каждая домашняя видеокарта столько памяти имеет. Насколько я знаю, сейчас новая линейка видеокарт от NVIDIA, которая 4000. 40-90 имеет максимум 24 гигабайта оперативной памяти, 40-80, по-моему, 12, 40-78. В общем, даже на самых современных домашних видеокартах в полном объеме исполнять языковые модели невозможно. Обучать совершенно точно невозможно. Это нужно существенное количество ресурсов. И, соответственно, сели думать, а как же нам так поступать, чтобы можно было каждый раз такое количество ресурсов не использовать. Потому что фактически раньше можно было сделать только следующее. Тот же самый OpenAI. Вот у них есть там эти какие-то терабайты данных, на которых они научили GPT-3. Если хотим сделать GPT-3 с половиной, то и добавим какие-то знания, которые в GPT-3 не попали. То есть мы расширили датасет с 3 терабайт, предположим, до 5. И весь процесс нужно допускать заново. Процесс, помимо того, что требовательный к ресурсам, он еще и достаточно небыстрый. То есть вот это вот обучение на вот этом количестве оборудования, со всеми там параллелизацией и так далее, и так далее, он, по-моему, чуть ли не несколько месяцев вынимает. То есть ты, получается, запустил, жег кучу вычислительных ресурсов, и какой результат на выходе будет, узнаешь только в конце. Ну, как минимум, неудобно. А так, в принципе, если вот статьи в интернете почитать, и даже сразу там понабежали, вот кто биткоин не любит, те же самые ребята, они уже сейчас на OpenAI тоже там, ой, а вы вот столько ресурсов, жёте, и вообще какой там карбон и мишин, углеродный свет, углеродный свет. Вот такие разговоры уже ведутся, и это всё стало драйвером появления различных техник по дообучению языковых моделей. Техника называется fine tuning, перечень основной тех техник, которые существуют на данный момент, вот он представлен на экране, и самая первая техника, она называется полный fine tuning. И зачем она нам нужна? То есть, как я уже сказал, вот у нас притренинг произошёл, огромное количество данных, там какие-то терабайты, computation или expensive, то есть дорого, много ресурсов надо. Хотелось бы, чтобы мы могли потом взять ту модель, которую мы уже обучили, взять какое-то небольшое количество данных и модель для обучения. И такой способ первый, естественно, появился. Он называется полный fine tuning. Но, соответственно, у него есть определённые недостатки. И я далее об этом обязательно расскажу. Давайте сразу поговорим о том, зачем ещё может быть fine tuning. И это, в принципе, вот уже такой более, скажем так, повседневный use case, который сейчас используется повсеместно для текстовых больших языковых моделей. Нужен он использоваться следующим образом. То есть, предположим, есть у нас GPT-3, или ChatGPT, или любая другая языковая модель, и у нас есть результаты её использования. Плюс можно ещё тут добавить, что могут быть какие-то параллельные диалоги, которые, естественно, способом были получены. То есть, предположим, у нас там оператор техподдержки общается с клиентами, плюс где-то там ChatBot общается с клиентами. Вот мы хотим взять все эти данные и научить модель чуть более правильно, чуть более вежливо, чуть более точно, чуть более расширенно. общаться с клиентами. То есть, в принципе, 80, наверное, процессов use case на данный момент и 80% датасетов, которые доступны, это диалоговые датасеты. То есть, там есть кто-то, кто задаёт вопросы, и кто-то, кто на этот вопрос отвечает. Это далеко не всегда живые люди. Очень, например, участники сообщества с открытыми языковыми моделями любят делать следующее. Они просто берут, сейчас очень много собрано датасетов, когда пользователи общались с таким, ну как, с оригинальным чатом GPT, и он им выдавал какие-то очень крутые результаты, на которые более простые открытые модели не способны. Соответственно, взяли вот это большое количество данных и на основе их дообучают более простые открытые модели. они становятся значительно больше, на чат GPT похожие. Это вроде бы как нельзя использовать коммерческие, потому что компания OpenAI говорит, что вы не можете результаты промптинга наших моделей записывать и потом свои модельки дообучать. Но в академических, как минимум, в академических задачах это используется повседневно. Давайте вернемся все-таки к полному файн-тюнингу. Полный файн-тюнинг, у него сразу было выявлено много недостатков. И самый большой недостаток заключается в том, что переобучать нужно, в принципе, всю модель. То есть это математически немного легче, потому что сам датасет, который мы переобучаем, он у нас обычно меньше. То есть мы каким-то терабайтам добавили пару гигабайт. И поэтому обработать эти данные можно чуточку быстрее. Но все равно модель нужно переобучать полностью. И помимо того, что модель можно переобучать полностью, да, это можно делать параллельно. То есть если мы хотим, чтобы там, предположим, «Войну и мир» наша модель не читала. И, не знаю, там «Тихий дон» тоже. Любую можно книгу какую-нибудь толстую. Мы можем параллельно ее заставить читать и одну книгу, и другую, условно. Но закончится это тем, что называется «катастрофик фагетинг». То есть можно где-то в другом месте модель испортиться и начать отвечать на вопросы хуже. И этому есть довольно понятная, в данном случае, математическое и статическое объяснение, потому что до обучения полное моделей, оно затрагивает полностью всю таблицу весов, полностью веса моделей пересчитываются. И очевидно, что там, где они пересчитываются, не в отношении того датасета, на котором полное переобучение, до обучения происходит, там возможны какие-то изменения. В финальной математике у нас большие языковые модели, если сильно глубоко не вдаваться в подробности, это просто калькулятор, который многомерной матрицей переумножает. Внутри этих таблиц есть просто веса, и при переобучении эти веса, если даже немножечко изменились, то результат может измениться. И, как правило, результат меняется в худшую сторону, и это называется «катастрофическое забывание». Соответственно, ребята, которые занимаются дизайном языковых моделей, сели думать дальше и придумали такую штуку, которая называется «параметр Artificial Fine Tuning». В настоящий момент два основных подхода популярных – это «prong tuning» или «prefix tuning» и «low rank adaptation». Но я сейчас в процессе расскажу, как они вообще к этому пришли. Значит, у нас, соответственно, был сначала просто процесс притренинга, и просто брали каждый раз с нуля его запускали, получали новые модельки. Потом придумали полное дообучение. Соответственно, все то же самое на более коротком датасете. А потом подумали, а можно как-то сделать так, чтобы у нас не пересчитывать полностью все веса модели, а взять какой-то ее кусочек, вот этот вот кусочек на вот этом маленьком датасете дообучить, и чтобы все работало. И именно вот такой дизайн и придумали в коде, в коде его реализовали. И первая имплементация такого дизайна, оно получило название «adapter». То есть, «adapter» — это такая штука, что у нас вот есть, в принципе, на экране, и, брат, я смогу как-то это простым языком объяснить, но саму суть уловить можно. То есть, у нас вот есть классический трансформер, у него там есть внутри какие-то слои. И «adapter» он что делал? Он просто в структуру трансформера дополнительно добавлял еще один слой, «adapter», соответственно, обучался на вот этом новом датасете, и, в принципе, достаточно все хорошо, это начало работать, и даже более-менее проблему с катастрофическим добыванием удалось решить, потому что в стандартный дизайн модели мы не вмешиваемся, мы просто добавляем в нее один слой, этот слой он что-то там умеет, он каким-то там математическим образом в исходный дизайн интегрируется, и все хорошо, но не настолько хорошо, как хотелось бы, потому что interference, то есть вычислительная способность модели и выдача результата в случае добавления дополнительных слоев, адаптер, очевидно, слой достаточно сложный математически, чтобы это все работало, оно влияет на производительность модели. И при использовании адаптеров получили довольно существенную в ряде случаев, там тоже потом много чего по оптимизации делалось, но как бы общий результат такой, что производительность модели деградирует, и деградирует производительность модели достаточно существенно. Ну, сели думать дальше, адаптеры хорошо, но что мы можем сделать еще? И, соответственно, придумали следующий подход, который в рамках дизайна трансформеров было реализовать, наверное, проще всего, и подход этот называется промт-тюнинг или префикс-тюнинг. И реализация у него, она довольно такая простая, очевидная. Я, вкратце, в прошлый раз о ней рассказывал, в этот раз рассказывал немножечко более подробно. То есть у нас вот есть обычные промты. Соответственно, если мы делаем полный файн-тюнинг, то мы учим модель, даем ей какие-то примеры, она на них обучается, можно эти примеры прямо в промт засунуть, и начинает давать более адекватные, понятные, целостные результаты. И Степан на предыдущих вебинарах на тему промт-инженеринга очень много рассказывал. Рассказывал, какие там примеры можно модели давать, причем примеры можно давать по одному, если это ваншот-лёрнинг, можно по несколько, если это ваншот-лёрнинг, а можно начать целую простыню. В качестве примера предоставить довольно, может быть, такой, ну не супер большой, но датасет. Но супер большой не получится, потому что есть у любой модели такая метрика, которая называется «Окно контекста». И оно достаточно небольшое, его постоянно расширяют, это тоже влияет в том числе и на производительность модели. И, в принципе, даже у самой последней GPT 32 килобайта, это не так много, это порядка 10, наверное, листов А4 или около того. То есть можно уже достаточно большое количество примеров модели предоставить, но не так много, как хотелось было. Во-первых, а во-вторых, если ты начинаешь занимать «Окно контекста», то, собственно, сам запрос места как будто бы почти не остаётся, если ты его примерами начинаешь забывать. Так вот, софт-промптинг – это такой инжекшн в тот слой модели, который, собственно, занимается обработкой промптинга. Ребята подумали, а почему бы нам сразу туда вставочку не сделать, зачем нам модели каждый раз передавать 50 примеров каких-то там диалогов с техподдержкой, если можно взять эти диалоги с помощью векторного эмбэддинга упаковать вектор, это уже станет меньше места занимать. И мы прямо вот туда, вот к этому слою, который обработкой промпта занимается, и приклеим. И оказалось, что это очень такой хороший рабочий вариант. Это прям точно тренировка. Эта тренировка не предполагает дополнительных слоёв. Мы просто берём, соответственно, как датасет, мы его ужимаем в такой, как будто бы промпт, очень похоже. То есть мы могли бы эти данные просто взять в текстовый промпт, засунуть, но из-за ограничения на окно контекста 50 тысяч записей, например, засунуть не получится. А вот промпт тюнинг, префикс тюнинг это сделать можно. Обучение это довольно быстрое, на производительность машин модели практически не влияет. Но единственное, далеко не на всех датасетах это работает качественно. Поэтому стали думать дальше. И придумали Вора. Вора похожий во многом математически. То есть если математику рассматривать, оно не на уровне кода смотреть. Для этого даже одна и та же библиотека используется. ПЕВТ, который как раз сделали ребята из Хаген-Крейсов. И в принципе Вора это в чём-то развитие идеи, идеи и математических подходов, которые использовались в промпт тюнинге, только в приоре уже вот этот инжекшн, он став встраивание, оно осуществляется в более глубокие свои модели. Соответственно, во-первых, результаты более качественные, во-вторых, можем большее количество данных, потому что всё-таки в префикс там есть и внутренние ограничения, до которых можно модель обучать. У Воры этих ограничений нет. То есть в принципе Вору можно большее количество данных в модели засунуть без изменений изначальных характеристик. То есть вот те веса, на которых модель изначально была натренирована, они замораживаются. Рядом добавляются новые веса, и эти веса довольно легковесные. И самое главное, что по сравнению с промпт тюнингом Вора Давара, это то, что вот эти вот данные пакеты до обучения, они тоже похожи на модули или на адаптеры, и подход там примерно такой же, как вот с адаптерами был. Только адаптеры, соответственно, влияли на производительность. Если адаптеров было несколько, то чем больше адаптеров, тем хуже становилась производительность. Да, я забыл сказать, что адаптеры, они помимо прочего еще решали вопрос такой мультипликации. То есть когда мы модель можем на одном домене данных, на втором, да, обучить, а потом все вот эти дополнительные знания подсунуть одновременно. Вот с промпт тюнингом так невозможно. Воры это можно. Я это потом прям даже графически покажу, как выглядит. Вот, значит, и все хорошо, и все замечательно работает. Я вот здесь такой бы пример, наверное, не привел, потому что, наверное, многие даже вот из собравшихся, кто далек от программирования, но игрался когда-то в диффузионные модельки, а я вот говорил, что диффузионные фетки – это вот те, которые из текстов делают картинку, когда ты говоришь, нарисуй мне котика, нарисуй тебе котика. Вот там точно такая же архитектура, как и у больших языковых моделей. Там тот же самый трансформер, он очень и значительно отличается. Там разница только в датасете, на котором это все было обучено. Так вот практически все, я думаю, кто с этим сталкивался, все имели дело с ворой. И даже объясню, когда. Вот есть куча приложений, в том числе под мобильные устройства, когда можно заразить там десяток своих фотографий, и он тебе их как-то красиво стилизует. Так вот, вот когда ты модель учишь рисовать себя, и она там даже говорит, что нужно минимум 10 своих фотографий загрузить. Вот с 99% вероятностью, там потом появились новые подходы, типа Control Net, но с 99% вероятностью, это именно вот вора классическая, такая же, как та самая, о которой мы сегодня общаемся. Вот, на этом с теорией более-менее я закончил, и давайте посмотрим, как это все выглядит на деле, и как этим можно пользоваться, даже если ты не программист. Есть два таких замечательных пакета. Один пакет называется, мы его смотрели на прошлом вебинаре для запуска больших языковых моделей, для дообучения посмотреть не успели. Второй пакет я о нем вообще не успел в прошлый раз рассказать, потому что он у меня на сервере сломался, я за неделю все починил, проверил, что можно этим пользоваться, поэтому мы сегодня оба подхода посмотрим. Значит, первый пакет называется Text Generation UI, или вот часто в интернете называют по имени автора GitHub репозитория, где он расположен, автор взял себе такой странный никнейм Уба-Буга, можно загуглить, и ссылочка там потом в описании мы сделаем. Вот. Как в прошлый раз я уже рассказывал, тут у нас есть модельки, если модельки тут какой-то нет, вот тут вот в графе Download можно прямо с Hagen Faces зайти, любую модельку, до загрузить, и в принципе любой открытой моделью, которая на Hagen Faces есть, этот интерфейс позволяет пользоваться. Также, если у вас, например, вот у меня на сервере несколько видеокарт, конкретно 4 штуки, и мне, в принципе, памяти хватит даже какую-то ламу побольше загрузить, чем лама на 7 миллиардов параметров, но так как мы сегодня про дообучение разговариваем, дообучать, очевидно, лучше, и чтобы можно было это наглядно сразу посмотреть более маленькую модель, потому что она более глупая ввиду меньшего количества параметров. Я даже объясню, почему у меня вот тут вот стоит 8 тысяч, хотя в моих карточках видеопамяти в два раза больше. Мне нужно, чтобы он модельку эту размазал по карточкам. А если я поставлю здесь максимальный объем, то лама на 7 миллиардов, она вполне себе помещается в карточку с 16 гигабайтами видеопамяти, и это, почему мне плохо, потому что тогда обучение будет тоже на одной карточке происходить, а хотелось бы, чтобы для обучения карточек использовалось больше. Ну, хотя бы, чтобы вам показать, чтобы это возможно. Тем не менее, если карточек мало, или карточка одна, а не мало памяти, вот тут можно галочки поставить, загрузить в 8 бит, или даже загрузить в 4 бита. При загрузке в 8 бит требования модели к памяти сократятся в 4 раза, потому что модель по умолчанию использует 32-битную нотацту, а 32 бита, очевидно, в 4 раза больше, чем 8. И при использовании в модифизации в 4 бита можно модель будет тужать в 16 раз, и прям 4-битные модели их даже там на каком-то устраиваемом оборудовании уже запускают, но единственное, что работает это все не очень быстро. Хотя вот на персональном компьютере с нормальным процессором, даже без наличия крутой видеокарты, это как-то пригодно для тестов, работает уже даже сейчас. Мы будем модельку запускать в полном виде, без квантизации, без сжатия. То есть вот я модель выбрал, лама, 7 миллиардов, нажимаю кнопочку «От». Моделька начинает загружаться. И вот моделька у нас загружена. Что у нас сегодня в демонстрации будет происходить? У меня вот здесь уже есть вот этот вот модуль дообученный, который я точно так же с HagenPreses уже скачал. Описание этого модуля у меня вот тут уже открыто, и у меня прямо это просто можно даже для тестирования использовать, когда будете этим заниматься самостоятельно. То есть вот есть здесь вот этот вот Vora адаптер. Написано, что он там натренирован на каком-то там датасете из 50 тысяч инструкций. Использовалась вот моделька Lama 2 на 7 миллиардов, и есть какие-то примеры самого этого датасета. Сейчас я вам попробую показать, что это все действительно работает. То есть мы берем прям вот этот вот пример. Самый первый. Там он что-то спрашивает, что если машина едет 120 миль и в течение двух часов, какая будет у нее скорость. И сейчас прямо мы вот наглядно увидим, как обучение позволяет делать ответы модели более полноценными. Берем этот вопрос, идем к модельке. Мы ее просто чистой тока загрузили. И этот вопрос задаем. Вот он что-то подумал. и как-то вот очень странно нам ответил. Сказал, ответил правильно и потом еще сверху что-то там какого-то мусора нагенерил, хотя мы его об этом не просили. Я беру теперь это очищаю, чтобы у меня на контекстное окно при следующем запросе не влияло предыдущая история. Возвращаюсь в модельку, загружаю вору. Причем видно, что можно вот этих вор тут загружать несколько. У меня она просто на самом деле установлена одна. Но, в общем, тут если бы обоих больше, их можно было бы загрузить как угодно. Навременно ограничений нету. Ограничены вы только количеством доступных ресурсов. Вычислительных. Ну и, наверное, если совсем много адаптеров загрузить, то тоже там может какой-то катастрофика погеттнес, то есть катастрофическое забывание случиться с какой-нибудь десятой, я не знаю, пятидесятой воры, потому что вора проблему эту уменьшает, но не решает полностью, полностью решить эту проблему невозможно. Но это можно легко проверить на себе. Человек, когда учится, чем больше он знаний получает, все равно какие-то старые знания, они замещаются новыми, поэтому тут в принципе любая нейросеть, она будет так себя вести, но при этом если улучшиться эффективно, то будешь больше запоминать и меньше забывать. И вора вот она как раз об этом. Значит, мы сейчас берем готовую вору, заряжаем на этом шаге, мы просто потестируем, проверим, что это работает, почему мы именно в такой последовательности делаем, я тоже расскажу, а потом точно такую же вору попробуем обучить самостоятельно, прямо вот с помощью тех же самых инструментов. Ждем, пока она загрузится, это обычно принимает очень много времени, причем адаптеры почему-то загружаются даже местами медленнее, чем сама модель, но видимо это связано с тем, что там есть какая-то математика, и математика это довольно непростая, все, адаптер загружен, идем назад, задаем тот же самый вопрос, и не хочет он меня, давайте еще раз спросим, фокус не получился, почему не получился фокус тоже, мы сейчас попробуем, потому что у модели есть еще температура, в принципе, чтобы все это тестировать, нужно температуру уменьшать до минимальной, давайте поиграемся с температурой, и еще раз этот вопрос ей зададим, не хочет, отвечает, но не полностью как должна отвечать, а почему, окей, пробуем еще раз, разве это ответ, ответ был неправильный, ответ был правильный, но хотелось бы от нее добиться, чтобы она прям один в один ответила, как мы ее обучали, у меня получалось от нее вот этого добиться, что она говорит, что ответ именно 60 километров в час, и я его получила именно с помощью, ну то есть вот эта цепочка рассуждений, вообще один из юзкейсов для вот этого файтюнинга в контексте именно диалогового обучения, это натренировать модель на диалогах, чтобы диалоги эти были полноценные, то есть, например, у тебя есть там диалог с менеджером по продажам или сотрудником техподдержки, и ты вот, когда модель просто обучил, она там сухая и неполноценная, ты отвечает, а тебе нужно, чтобы она отвечала более развернуто, и делилась как бы вот этой цепочкой внутренних рассуждений, вот именно для этого нужно до обучения, попробуем понять, почему. Залипло. Ну, кажется, что если у тебя есть разница или в контизации, или в базовой модели, или в адаптере, то будет другой ответ. ну, так вот. Ну, видишь, все равно получается, что это какой-то некий элемент рандомности присутствует, его, в принципе, с помощью температуры можно убирать, но у нас, видишь, у нас помимо температуры, там, он еще есть пэка, и в принципе, их, и это же получается, как это, ты просто задаешь как раз вот это пространство возможностей при сложении матриц, насколько возможно отклонение. Можно подобрать такие параметры, что он будет все время по вот этой диагонали ходить, что вот прям конкретно тот диалог, на котором ты учился без каких-то отклонений. Это как раз с настройками нужно поиграться. Я вот что-то думал, что с помощью только температуры это решается, оказалось, что нет. Ну, попробуем подобрать сейчас. Ну, что-то помню, так не знал. Еще чуть уменьшить монетры. Так совсем плохо стало. Спасибо. Думаю, что я знал. Дело, он еще очень sensible в таких случаях всякие там пробелы до, после. Нет, не хочет. Ты вообще перестал правильно отмечать. Любопытно. Но это на самом деле может быть классным домашним заданием. просто потому что у меня на самом деле получалось получить. Давай попробуем может быть у него просто какой-нибудь спросить другой вопрос из датасета. чтобы вот он прям один в один ответил. beautiful soft. Другой. Другой ответил. Ладно, давайте к этому вернемся. Я тогда все-таки расскажу, как это было обучено, как этот процесс здесь повторить и потом еще поэкспериментируем. Значит, я тогда модель выгружаю с адаптером. Загружаю модель заново. Это, кстати, интересный такой пример, который просто показывает, что всегда, когда ты делаешь какое-то приложение на основе генеративной нейронки, ну и вообще любой нейронки, это вероятностная стахастическая модель, которая никогда на самом деле тебе, ну, то есть этого можно добиться, конечно, но обычно это настолько сложные модели, что получить точно предсказуемый результат очень сложно, даже если ты его получал до этого сто раз. И я такое тысячу раз встречал. И очень еще на самом деле знаешь, как мы для чистоты эксперимента, потом я знаю, с чем поиграемся, мы попробуем все-таки вот без, когда он размазывает их по нескольким карточкам, потому что вот этот вот процесс параллелизации модели, он тоже определенный, вносит свой оверхит, и даже вот когда одну и ту же модель запускаешь на одной карте или запускаешь на нескольких картах, там могут результаты отличаться. Сейчас расскажу, как это можно получить самостоятельно и в домашних условиях, потом еще поиграемся. Значит, у нас возвращаемся к этой вводе, где сказано, что был использован определенный датасет, и на этот датасет даже ссылочка есть, то есть датасет называется визор плем, альпа, кревел инструкции, мскачи, вот там антитры. Я этот датасет скачал, я его уже положил так, чтобы модель его увидела, вот он у нас здесь и есть, то есть у нас есть вкладочка тренинг, у нас есть вкладочка трейнлора, мы можем это назвать экспо-1, можно назвать как угодно, в принципе, вот это название, оно влияет на то, как потом после обучения оно будет вот здесь вот называться, вот в этом списке. Естественно, тут есть какие-то еще параметры, к каждому параметру есть описание, подробно о них останавливаться, наверное, не стоит, потому что это просто будет долго, я об основных параметрах все-таки попробую рассказать. То есть у нас в самом названии вора присутствует название ренд, и в принципе основной параметр, когда с вора экспериментируют, это параметр ренд. Ренд это размерность по вертикали или по горизонтали вот этой маленькой матрицы, которая потом подмешивается к большой модели. Ну, соответственно, тут пространство для возможностей большое и экспериментируют, когда обучают ТОРы и потом, соответственно, повторно обучают, сравнивают результаты, экспериментируют в основном двумя характеристиками этой эпохи. Эпохи – это количество раз, сколько будут данные пропущены через модель при обучении. То есть чем вообще весь процесс обучения устроен таким образом, что чем больше повторений мы делаем, ну, в принципе, как и обучение такое традиционное, классическое у людей, чем больше раз ты повторил, тем больше шансов, что ты это запомнил, запомнил быстро к тексту. Вот с большими языковыми моделями точно так же. Вот эти повторения называются эпохи. Минимальная эпоха, очевидно, может быть одна, увеличивать это можно сколь угодно, но понятно, что после какого-то уже дальнейшего дообучения оно существенно на скорость не влияет, поэтому вот для таких стандартных экспериментов обычно используют от 3 до 5. Вот у меня тут цифра 3 стоит, это значит, что модель будет трижды пропущена через алгоритм при обучении и каждый раз немножко точность будет изменяться. Вот, WarRank это размерность вот этой вот LowRank матрицы, минимально она тоже может быть, по-моему, чуть ли не вектором, по-моему, здесь можно поставить один. Ну, тут вот шаг почему-то 4, но, в общем, короче, можно здесь поставить один, вот почему-то рекомендуют конкретно вот разработчики Уга-Буга, чтобы он был 32, давайте мы его просто вот для сегодняшнего эксперимента сделаем 4, количество эпох тоже установим 1, потому что у нас получается, чем меньше размерность и чем меньше количество эпох, тем быстрее происходит, осуществляется наше обучение. Дальше у нас есть WarR-Альфа, здесь сказано, что вот этот вот параметр, его нужно устанавливать в 2 раза больше, чем WarR-Альфа. Ну, точно так же ставим, дата-формат выбираем, он у нас, соответственно, тоже, чем классно у Уга-Буга в плане вот этого WarR-обучения, что здесь есть уже стандартные форматы, на самом деле в форматах Альпака и Викуна очень много датасетов, если именно на этих датасетах обучать, то больше ничего делать не надо. Вот этот формат Wizard, я его сам создал, потому что я с другими датасетами проэкспериментировал, чтобы дата-форматы менять, нужно немножко все-таки в программировании разбираться, там особо сложного ничего нет, но по сути это такой файл, где перечислены поля, которые присутствуют в датасетах. Сами поля, они в датасетах, так как они большинство диалогов, я об этом уже говорил, они одни и те же, то есть это какой-то инструктор и ассистент, учитель и ученик, но вот названия этих полей, они могут от датасета к датасету изменяться, и в принципе можно взять ту же самую альпаку, скопировать ее в другой формат и просто поправить название полей. Каких-то супернавыков программирования для этого не надо, но в графическом интерфейсе это сделать невозможно. Опять же, у нас для эксперимента сегодня выбран датасет, формат, который он уже здесь есть, и вот именно на нем мы будем обучать. Плюс тут еще вот есть такая вкладочка raw text file и в принципе можно вообще там, вот у меня тут тоже датасет загружен, называется Twitter и там просто в текстовом режиме куча диалогов Twitter перечислены, соответственно, может это вообще быть там какая-нибудь книжка или какой-нибудь учебник, но желательно, чтобы он был без картинок, потому что вот этот мусор, он тоже в модель попадет и не всегда это хорошо и вот чат GPT наглядно демонстрирует, что там все-таки в датасетах было много всяких служебных данных и иногда это вот как раз является причиной галлюцинаций, которые в модели возникают, но как бы как вот сам способ, что можно получиться на неразмеченных данных и никаким образом их там не размечать, что это диалог, не диалог, а просто учебную взять в текстовом виде и модели скормить, и это тоже чему-то она при этом научится и даже какие-то результаты, может быть даже адекватные, если вот этот датасет был изначально более-менее без монстра можно получить. Возвращаемся к нашей альпаке, то есть мы поставили все, тут загрузили, нажимаем кнопочку старт тренинг, он мне вот говорит, что чувак, на 32 бита это может все по ресурсам быть довольно сложно и вообще, если хочешь быстро, то загрузи модель 8-битной кванатизации и по ресурсам это все будет чуть более экономно. Ну, у нас соответственно мы хотим чуть более точно и может быть даже сегодня посмотреть, какие результаты у нас получатся нашего этого эксперимента, поэтому мы на полноразмерной модельке это все делаем и по идее никаких проблем у нас с этим произойти не должно. То есть он вот сейчас будет несколько минут думать, это он сам датасет анализирует и в память загружает, в принципе, из такого полезного сам интерфейс он датасет проверяет, то есть если в датасете где-то там будут какие-то отклонения от формата я с такими проблемами в тестовых датасетах сталкивался, то он его при первичном анализе процесс называется mapping он скажет, что у тебя там где-то там поле ответа ученика на вопрос учителя оно, например, пустое. Вот если датасет такой скажем так с глюками, с багами и какие-то поля пропущены или где-то какие-то специальные символы встречаются он его вот в формате отформатировал в случае отформатированного датасета использовать не даст и ошибку выклюнет. Но я уже с этим датасетом запускал и на нем уже все эти ошибки исправлены. Поэтому мы сейчас тут пару минут подождем и посмотрим, что. Чтобы было понятно, это датасет, который просто берет базовую ламу на 7 миллиардов и превращает ее в ассистента. То есть это по сути датасет, который обучает модель то, что она может не просто генерировать текст, а общаться как чат. Да. Или там что-то еще есть? Какие-то специфические? Ничего специфического нет. Он превращает базовую ламу в инструктора и там у него есть 50 тысяч примеров диалогов на всякие вообще там общие темы. То есть получается просто чат-бот на общую тему. Ну, соответственно, если мы хотим чат-бот не на общую тему, то нам надо примеры диалогов брать в рамках какого-то разговора, например, пациента с терапевтом. Если взять, то получится онлайн-терапевт. И так как у модели есть еще собственные знания, то, естественно, что ответы не будут сухо один в один. Для того, чтобы ответы были сухо один в один, существуют чат-боты, а большие языковые модели, они как раз нужны для того, чтобы ответы были не один в один, он их больше как за основу берет. То есть, если он на эту тему раньше вообще не умел рассуждать и в таком формате в принципе ввести вам не достал. Вот теперь он этому научится. Все, процесс у нас запустился. Prepare for Training и он у нас сейчас даже вот тут напишет, сколько это займет. У меня вот на стандартных настройках он писал, что на это нужно что-то там, причем на нескольких видеокартах. Нифига. Ладно, сейчас. перезапустим MyBet. Значит, он еще тут на самом деле из такого хитрого он еще сразу кидывает статистику в такой сервис, который называется Nikton. Пока оно все у меня сейчас тут заново будет запускаться, я немножко тоже про этот сервис расскажу. Он у меня вот здесь открыт. Вот тут у меня есть предыдущие эксперименты. и, собственно, в этом эксперименте, в рамках эксперимента он, соответственно, собирает статистику, что вот как обучалась модель, какие были потери, то есть какие-то статистические данные, показывает, что по ресурсам это занимало. То есть вот у меня, получается, этот процесс, он происходил на четырех видеокартах, и он, насколько каждый из видеокарт загруженно показывает. Соответственно, по умолчанию этот сервис использует и, собственно, на что он у меня сейчас ругнулся. Пока теперь чуть-чуть не хватает. Понятно, надо модель заново. Занава модельку. Вот, значит, соответственно, он без этого сервиса обучение не работает, его как-то параметрами можно отключить, я сильно там глубоко не вникал. В принципе, просто ему зарегистрировался на этом сервисе. Сервис бесплатный, у него есть там платная версия, но для экспериментов она не нужна. И тут нужно единственное, что сделать, это либо передать параметрам этот API-кей, либо там его в настройках можно вписать к этому сервису. Без него он не дает запустить процесс обучения. Все. Ключик мы добавили, пробуем сейчас еще раз. В этот раз должно быть все хорошо. А ты смотрел какие-то еще примеры, просто чтобы с точки зрения юзкейсов, то есть какие есть классные датасеты для обучения или для чего люди просто используют сегодня например лама или похожие модели дообученные для каких юзкейсов? Ну, из того, что есть на хоремке смотри, самый популярный юзкейс, я о нем вначале говорил, это взять просто какой-нибудь гигантский датасет диалогов с OpenAI и допущить на нем, потому что у тебя получается, причем чем будет жирнее датасет, тем твоя модель по поведению станет больше походить на чат-жепите. И вот это, наверное, сейчас самый популярный юзкейс среди таких, скажем, для домашнего использования, что ли, когда и серий домашних экспериментов. Соответственно, все юзкейсы называются Beyond, они связаны с тем, что берут датасеты, где обсуждаются всякие насилия, развороты, всякие табуированные тематики и просто обучают на них, чтобы сделать модель, с которой можно разговаривать на какие-то темы. Я могу сказать, что на самом деле я экспериментальным путем установил, что та же самая лама, ее особо даже никто не делал детоксикацию, потому что я прекрасно даже 7 миллиардов ламы разговариваю на тему, как сделать бомбу, включая там, как можно там какой-нибудь устроить террористический акт, и она вполне с удовольствием на тему эту общается. Единственное, что никто ей больших датасетов не давал, это, возможно, просто какая-то была художественная литература, где она об этом узнала, но специально эти тематики никто не душил. Вероятно, у них для них есть какая-то разметка, потому, ну, то есть, если поиграться с параметрами температуры и вот именно пространства возможностей, то она просто начинает совсем там холодно на такие вопросы реагировать. Но такого, что вот, то, что сделано в чате GPT через reinforcement learning, что она говорит вообще, что совсем там может к терапевту сходить, чувак, что-то тут ко мне пристал, я на такие темы что-то не хочу с тобой общаться. Все, вот обучение пошло и, соответственно, что он нам пишет, что для заданных параметров еще вот оно немножко уменьшается. Ну, в общем, короче, процесс не быстрый вором, самый главный. И вот на вот этом датасете, который я выбрал, это все как бы часы займет. Мы сейчас в другом интерфейсе там датасет попроще и там это все быстрее произойдет и в принципе мы даже я думаю, письма вопросов и ответов будет происходить. Мы даже посмотрим, что быстро это тоже бывает. Но самое главное, что тут стоит отметить, что обучение да, его можно делать без кода, да, это можно делать через графический интерфейс, но в случае больших языковых моделей и, скажем так, даже не супербольших, а умеренно больших, потому что датасет на 50 и больше тысяч параметров это не крупный датасет, крупный датасет от миллиона параметров и выше, но на немелкий датасет, мелкий датасет это обычно до тысячи параметров, может быть, до пяти тысяч. То есть, это вот средний датасет, мы его с минимальными настройками возможными, то есть, это одна эпоха, это близкий к минимальному размеру размера рынка, вот мы его запустили, он сказал, что на четырех, причем-то четыре карточки у меня, сейчас я посмотрю, может быть, конечно, оно на одной карточке запустилось, и тогда не все так печально. Нет, это все на четырех карточках происходит, иначе на четырех карточках, вот тут видно, что моделька, она загружена, причем она вот прям сразу, как это обучение началось, она памяти тоже, ну, то есть, процесс он где-то по тем экспериментам, что я делал, то есть, это уже не кратно, как с классическим файн-тюнингом, не низко параметрированным, мы просто с притренингом по ресурсам, по памяти, но где-то памяти, по моим экспериментам, чтобы это все работало, нужно в два раза больше, чем нужно для того, чтобы моделька исполнялась, то есть, вот если у нас есть какая-то моделька, мы ее загрузили, мы знаем, чтобы она там в той квантизации, которая нас устраивает, она занимает, например, 8 гигабайт, то то, чтобы Ору запустить на этой модели, причем чтобы Ору запустить, потребуется, причем размер датасета, он очевидно не влияет, влияют просто только вот эти вот сами параметры, вот, то есть потребуется где-то в два раза больше, ну, то есть, x2 памяти, то есть, если 8 гигабайт на inference, то на файн-тюнинг умножай на 2, иначе он просто упадет и ругнется, что мало памяти, вот, либо можно, конечно, делать в оперативной памяти на CPU, но тогда это будут, ну, как бы, не 7 часов, это там будут дни, а может быть, даже и недели, потому что на CPU это все, ну, как бы работает, работает тоже, но работает невероятно медленно, вот, ну, в общем, короче, вот если бы мы тут сейчас 7 часов с вами подождали, то у нас на выходе точно такая же бы вот эта вот компонента получилась, и мы бы ее точно так же к модельке смогли загружать и что-то с ней делать. Давайте перейдем к следующему интерфейсу, потому что он по своим возможностям значительно более мощный, чем у Уга-Буга. Называется продукт лично у LLM Studio, и это уже такой, в принципе, довольно профессиональный продукт, созданный именно для дообучения больших языковых моделей и их тестирования. что хорошего тут есть? Во-первых, он тут позволяет очень удобно датасетами управлять. Их сюда можно зарегружать из файла, можно подсовывать из каких-то сервисов Pest3 и даже из Kaggle. Kaggle – это специальный такой сервис типа Hager Paces тоже для работы с яросетевыми моделями, соответственно, если на нем зарегистрироваться, вот здесь вот указать параметры, что можно будет тогда из списка просто датасетов, которые на Kaggle доступны, выбирать датасет и на основании их обучать. Ну, либо, соответственно, можно там свой датасет тоже с того же Hager Paces скачать, выбрать здесь фарриат оборот, сюда закинуть и все хорошо. Вот, по поводу форматов тут тоже все значительно лучше, в принципе, если разметка у датасета нормальная, он его умеет маппить сам, то есть, просто, если ему разметка не понравится, он его загрузить не даст, если с разметкой все окей, то датасет просто загрузится и вот тут списочки появятся. А дальше эта штука работает очень прикольно. здесь такое есть понятие, которое называется эксперимент. Настроек эксперимента какое-то нереальное количество, опять же, ну, все их тут попроще открыть, почитать, но что здесь есть, значит, тут есть датасет, который можно выбрать, вот, по-моему, по умолчанию, это там какой-то типа преподаватель английского, если мне скверос не изменяет. Дальше тут можно выбрать модельку, моделька, как всегда, любая поддерживается Hager Paces, мы возьмем модельку какую-нибудь попроще, чтобы у нас процесс вообще стартовал, вот она у нас по умолчанию тут выбрана какая-то там эйфория, пифия на 8,5 миллиардов параметров, пусть она остается, потому что она маленькая. Дальше есть куча всяких тут параметров, как ты хочешь этот датасет, чтобы был представлен, это типа там инструктаж, либо не инструктаж, это все тоже лучше просто вот в описании почитать, тут вот рядом с каждым полем есть кнопочка И, и там довольно подробно все расписано, в каком пространстве тут можно экспериментировать. Реально очень много параметров, можно их оставить по умолчанию, можно пробовать тоже с ними играться. Переключатель Вора здесь есть, этот переключатель опциональный, если мы его отключим, то будет полный файн-тюнинг, гораздо более прожорливый по ресурсам, но Вора самое печальное с ней, что в ряде вариантов она не панацея и, к сожалению, в некоторых случаях на больших объемах данных с помощью Воры адекватных результатов добиться не удается, либо это как-то аффект производительность модели, и поэтому это все всегда для чего этот продукт нужен потому что он именно отвечает за эксперимент, а только даже реинфорсмент есть и в конце обучения, которое мы сейчас будем запускать, тут можно по нескольким метрикам, чтобы он провел сравнительный анализ и сказал, что же у нас на выходе получилось, даже вот есть такая методика сравнения, которая полученный результат с разными версиями GPT-4 сравнивает, то есть можно сидеть и экспериментировать, взять какую-нибудь модельку, ту же самую ламу и пытаться ее под GPT-4 подогнать и в конце эксперимента получить прям такой очень развернутый сравнительный анализ, насколько мы к этому предвидим, приблизились к результату, не приблизились и почему. Я, значит, тогда вот здесь сейчас процесс прерву, может 11 часов мы определенно ждать не будем, а ресурсы, оно на сервере у меня есть. тоже на всякий случай тренинг интераппетра. Причем самое интересное, что вот я сейчас процесс прервал, он, по-моему, вот тот объем датасета, который он успел обработать, он его все равно в качестве вот этого вот вора адаптера сохранит и положит, можно будет им пользоваться. Ну, естественно, это будет соответственно, как это, что мы учились, учились, но доучились не до конца. То есть прерванные вот такие вот процессы обучения, они тоже возможны. В принципе, в определенных случаях даже могут быть актуальны. Если у нас данных много, 10 часов ждать долго, час подождем и через час проверим, а вообще мы в правильную сторону идем или нет. Учится у нас вообще модель чему-то, чему бы хотели или нет. Да, он сказал, что крейтинг флоро-модель можно ее теперь использовать. И, наверное, она вот здесь у нас даже, при том, что я процесс прервал, то есть она не полностью обученная, ну да, вот она у нас здесь появилась. И мы можем ее даже в таком не до конца обученном виде уже начать пользоваться и даже какие-то результаты она там может показывать. вот поэтому с угобугой тогда все. Приходим к каждому. Вот, я, значит, намеренно не меняю никакие параметры, параметры все по умолчанию, единственное, в конце в эксперименте поставил, что пускай сравнивают с 5-4, вор включено, все, потому что параметров действительно очень много и можно вот очень долго играться, например, будет эксперимент 2, эксперимент 1 у меня уже есть, нажимаю кнопочку ран и вот оно запустилось и будет что-то там происходить. В прошлый раз у меня вся эта штука наняла 20 минут. Вот, мы, в принципе, сейчас оно запустится, надеюсь, никаких ошибок оно нам не выдаст, потому что, в принципе, я это все точно так же запустил, как и на прошлом эксперименте. Сейчас у нас там оно должно, да, статус раненок у нас появился, можем пока, наверное, перейти к вопросам и ответам, оно как раз потом дообучится и поиграем с учетом дальше еще есть внутри после того, как процесс завершил. Если он по какой-то причине у нас не завершится, я этот эксперимент примерно в таком же виде уже делал. Единственное, что у меня в качестве метрики использовалась Blue, и метрика Blue, она такая более распространенная в сообществе больших языковых моделей, она тоже широко используется для оценок качества языковых моделей, но очевидно, что она никаких особых сравнительных характеристик GPT не дает, поэтому, в принципе, если у нас сейчас второй эксперимент завершится, мы еще и посмотрим, как же вот это сравнение конкретно GPT-моделька есть и какие метрики там используются. Но, как бы, в целом, оба продукта, они абсолютно пригодны в решение, что хочется сказать, для процесса до обучения параметров достаточно много, но я могу сказать, что далеко не все параметры являются необходимыми, многие критериями такой очень тонкой настройки, и, в принципе, если нужно просто взять модельку и каким-то новым знанием ее обучить, то обычно там два-три параметра основных, они очень подробно расписаны, в том числе и в документации, и на ООГОГУ, и на LMM-студио, поэтому вполне можно брать и пользоваться, и, во всяком случае, для домашних экспериментов я считаю, удобны оба продукта, и я бы рекомендовал их использовать в связке, потому что из таких еще прикольных задач LMM-студио, если мы несколько экспериментов провели, то тут есть такая кнопочка компээ-эксперимент, то есть, мы можем взять разные модельки, разные по количеству параметров, или даже разные по типу, и обучить их на одном и том же дата-сете, либо взять одну и ту же модельку, обучить ее на разных дата-сетах, и вот потом с помощью компэ-эксперимента еще и сравнить эти результаты, это все будет очень удобно в виде красивых графиков сделано. И потестировать сами модельки тоже можно. То есть, когда уже до обучения закончится, мы там тоже посмотрим. Тут есть такая вкладочка чат. Если на нее зайти, то он вот эту дообученную модельку запускает и позволяет по-всякому с ней взаимодействовать. Ну и тут тоже всякое и очень тоже много интересной статистики. Вот конкретно LM Studio предоставляет. Поэтому можно начинать эксперименты с Уга-Буга, а потом перемещаться с LM Studio. По демонстрации все. Давайте к сессии вопросов и ответов перейдем, и потом еще в конце посмотрим, а что у нас с последним экспериментом получилось. Он пишет, вот через 14 минут он его планирует завершить. Супер. Да, спасибо большое. На самом деле прям клади знаний, потому что это как бы все настолько быстро развивается, и за этим очень сложно следить. И тут прям надо реально очень много практического опыта. И это очень мощный инструмент, я уверен, для многих. Я предлагаю для тех, у кого есть какие-либо вопросы, ну к Майку в первую очередь, может быть ко мне, может быть просто какие-то мысли по этому поводу. Вы можете поднимать руку в Zoom, и мы пойдем по очереди, или можете написать вопрос в чате текстом, и я его просто зачитаю. И, наверное, первый вопрос у меня будет, вот пока ты все это показывал, я думал немножко про как бы доступность, потому что мне кажется, юзкейсов очень много, да, ну бизнес-кейсов, то есть и техподдержка, и продажа, и образование, и медицина, и каждая из этих, это там десятки триллионов долларов индустрия, да, где, которая идет просто на, которая в значительной степени можно автоматизировать. Я вот думаю, для того, чтобы делать простые эксперименты, есть ли уже какие-то, может быть, у того же H2O, типа облачные решения, или нужно все равно идти в Google, покупать там видеокарты, ну в смысле этот самый GCP, или Amazon, или Azure, потом все это соединять, или типа есть какое-то место, я пришел, одной кнопкой нажал, и все работает. Смотри, во-первых, вот как там 80% случаев тебе предлагают Google Call Up посмотреть, ну просто если ты немножко знаешь Python, все, что мы делали сегодня, это на самом деле, ну типа, не больше 10, но максимум 20 строчек кода на Python, и будет все то же самое, и вот на самом деле оно тут под капотом, все то же самое есть, то есть просто сверху нацепили графический интерфейс, а так вот здесь вот оно, когда это на обучение происходило, вот здесь, когда оно у меня происходит, это те же самые Python скрипты запускаются, просто к ним подрутили такую веб-морду, более-менее функциональную. вот, и я очень, ну прям, большое количество встречал решений, когда ты можешь просто вот уже, ну как с этим самым, как с автоматик 1111 для стрелок дефьюжн, когда то же самое ОВМ-студио, то же самое Уга-Буга, она просто в облаке развернута, и можно ею пользоваться уже на нормальном железе. Вот, и там, на самом деле, сразу такой момент тоже отметим, потому что мы проакцентируем, сделал, просили вывод, что нужно 64 гигабайта видеопамяти, чтобы эксперименты проводить. Верный ли вывод? Нет, вывод категорически неверный, потому что я именно специально рассказывал в самом начале про квантизацию, то квантизация языковых моделей была придумана как способ как раз существенной экономии ресурсов. И если мы берем ту же самую 7-миллиардную ламу, а 7-миллиардную ламу, вот тоже я здесь вот об этом рассказывал, и на прошлом занятии тоже имеет смысл об этом еще рассказать, мы можем вот так вот 7-миллиардную ламу вот здесь выбрать, вот здесь поставить галочку VAT in 4-bit, и 7-миллиардная лама, она у нас тогда будет по ресурсам, ну где-то 1 гигабайт, 1,5 гигабайта видеопамяти занимать. Квантизация до 4-х бит, там используются специальные библиотеки, она, конечно, влияет на производительность модели, но она на нее не влияет каким-то там принципиальным образом. Это вот я в качестве такого сравнения приводил, как в свое время придумали алгоритм компрессии музыки MP3, потом придумали алгоритм компрессии MP4, и они, как ранее там, эти алгоритмы, они, конечно, там давали какие-то артефакты, но не настолько существенные, чтобы было непонятно, о чем это написано. То есть модель, загруженная в фонтизированном виде, в ряде случаев можно будет использовать не 4 бита, а 6 бит, или 8 бит будет занимать чуть-чуть побольше, но не настолько больше, сколько не сжатая модель. То есть это сжатие, с ней вполне можно работать, и вот я даже здесь, когда тренировку первый раз запускал, и второй раз запускал, он мне даже сам сказал, потому что вот у Габугу тоже, ее вообще можно с сайта разработчика скачать в виде исполняемого файла и установить себе на компьютер, там есть сборка под Windows, там есть сборка под Linux, там есть сборка под MacOS, и можно вот этим инструментом не обязательно на сервере пользоваться, и можно пользоваться у себя на компьютере. И он вполне себе friendly к обычному consumer market hardware, то есть к потребительскому железу, и на обычной видеокарте, там сейчас сколько, я думаю, 8 гигабайт, ну плюс-минус, наверное, стандарт для любого видеоадаптера, вполне можно нормальные модельки, достаточно большие, брать, причем у моделек есть еще такое понятие синхронности, то есть мы можем вот тут поставить галочку CPU, и тогда модель будет частично загружена в память видеокарты, столько, сколько памяти есть, а остаток будет закэширован на диск и в память обычного оперативного. Inference будет медленнее, чем когда модель полностью в памяти видеокарты, но будет значительно быстрее, чем если мы полностью чисто на процессоре модель исполняем. Потому что мы просто на процессоре модель исполняем, даже со всеми оптимизациями, там переписываниями на плюсах, или на RAST, или на чистом Sys, Spighton, там все равно очень медленный Inference, и пару токенов в минуту, но это прям совсем неприемлемо. А вот когда видеокарта есть какая-то, и просто памяти не хватает, там все значительно побыстрее. То есть варианты есть, и там, что каких-то там жутких гигабайт не надо, можно вполне себе на обычных карточках это все делать. Плюс они из коробки, что один, что другой инструмент поддерживают несколько карт, то есть можно в принципе какие-нибудь... Ну и самое главное, что в отличие от современных видеоигр, модельки большие языковые, они больше жадны именно для памяти, поэтому можно парочку каких-то старых карточек на 16 гигабайт подкнуть, запараллелить между ними вычислениями, по-моему, даже в обычные. Точно можно поставить две, а вероятно, можно там какой-то компьютер такой домашний 4 поставить, и вполне себе можно дома со всем этим экспериментировать. Кстати, еще такой юзкейс сразу для вора, и без вора это нормально не сделать. Сейчас модно концепция цифровых двойников, когда ты берешь там все данные, и очень многие примеры про вора, они как раз такие именно интересные рядовому обывателю, что типа сделай себе цифрового двойника, кто-то, кто будет общаться в чатах от тебя, и даже есть сейчас такая прикольная игра, мне очень понравился, и сегодня нашел, что тебе рандомно подбирают собеседника на другом конце, немного тест-юринга напоминает, а ты должен угадать, ты там живым человеком общаешься, или не живым, вот это можно еще дальше развивать, что ты можешь с друзьями играть, обучить, выгрузить сначала все свои диалоги из дискорда, из телеграма, какие-то комментарии с фейсбука, сделать до обучения какой-нибудь вам на этих данных, это прямо домашний юзкейс, и точно не дома, но никто этим заниматься не будет, и потом можно над друзьями прикалываться, добавлять этого бота в телеграм, и попробовать. Кстати, это такая опасная штука в плане того, что важно понимать, что это возможно, потому что я видел уже несколько случаев, когда по публичным сообщениям, видеороликам и так далее до обучается модель на примере какого-то человека, потом от лица этого человека пишут в телеграм всем его знакомым, типа там дай денег, там еще что-то, но обычно там, не знаю, допустим, какой-нибудь известный предприниматель такой, вот там, Вася, привет, я там в какой-то другой стране, у меня карточку заблокировали, там пришли мне 5000 долларов, в общем, люди ведутся, ну потому что как бы действительно тест тюринга такая штука проходит, и для мошенников это точно не бизнес-совет, но просто будьте внимательны, что такое возможно, и в общем-то сейчас еще можно решить, позвонить и голосом, да, проверить, что это живой человек, но и голос тоже сейчас можно клонировать, такие, какие-то словечки, там, интонации, в общем, чем дальше, тем это будет хуже. Спасибо.